Тем временем принять участие в выборах люди с ограничениями в здоровье смогут, не вставая с кровати или инвалидной коляски. Бюллетень им доставят прямо на дом. Проголосовать смогут и те, кто из-за инвалидности по зрению ни разу не видел, как выглядят кандидаты в президенты. Тему продолжит Роман Марьяненко. Пожилая читаша болиных, заядлые домоседы, в село обстоятельств. Анатолий Петрович и его жена инвалиды первой и второй группы. Несмотря на это, бывший милиционер и труженица завода по-прежнему активные избиратели. Галине Петровне вот уже 6 лет приносит бюллетени прямо на дом. Все равно, хоть я старый пожилой человек, но процесс должен идти, я должна с кого-то голос свой отдать. Анатолий Петрович звонит в территориальную комиссию. В этом году и он будет голосовать дома. Заявочку, пожалуйста, дайте в избирательный участок, чтобы вместе с бюллетенями Галины Петровны захватили и мои бюллетени. До избирательного участка от их дома всего-то метров 300. Но в декабре прошлого года и это расстояние показалось пенсионеру немаленьким. Мужчина пережил уже два инфаркта. Метров 100 от дома отошел, почувствовал себя плохо. Принял заблитку, постоял немного, боль в груди не проходит, и я пошел назад. Голосовать дома инвалиды и пожилые люди старше 75 лет имеют право по закону. Для этого нужно просто позвонить в территориальную комиссию. Например, только в Ленинском районе бюллетени на дом заказали уже больше 500 человек. Принимать заявки в комиссии будут и в день выборов, но только до двух часов дня. Уверяют, что успеют навестить всех. Есть участки, где до 40-50 человек. То есть они заранее уже знают своих подопечных. Опыт работы участковых комиссий достаточно большой. Поэтому они заранее формируют две группы. Эти две группы в течение всего дня голосования обеспечивают вот это право избирателей. В комиссии железнодорожного района показывают буклеты для слепых избирателей с азбукой Брайля. На десятках страниц зашифрована информация о кандидатах и порядке заполнения бюллетеней. То, что зрячие граждане могут прочитать с обычного плаката. Поставить галочку в графе выбранного ими политика слепые смогут самостоятельно. Трафарет накладывается на избирательный бюллетень. Прорези в трафарете соответствуют квадратам на избирательном бюллетене. И они совпадают. Если ты знаешь, в каком порядке располагаются кандидаты, а по закону кандидаты располагаются в алфавитном порядке, то, соответственно, на ощупь можно прощупать количество квадратов и поставить отметку в соответствующем квадратике. Буклеты и трафареты для слепых в обязательном порядке будут на каждом избирательном участке. Роман Марьяненко, Александр Плюснин, информационная программа «День», Екатеринбург.